Потому что я не очень понимаю, как вот расслабленные мышцы, если даже вдруг это произойдет, помогут лучше выспаться. И не понимаю, почему они вдруг после аргенина стали расслабляться. Вас же ставят профицит за счет сложных углеводов или можно сладкое? Можно сладкое. Будут ли у вас семинары в Екатеринбурге? Ребят, сейчас жду, пока вообще все нормализуется. Надеюсь, что да. Мне в таком перетренироваться нужно бы живуть, соблюдать набирать в сутки. Мы, как батарейки, нужно и энергии. Ну, в целом, да. В какой пульсовой зоне желательно тренироваться? Совершенный подход. Я не слышал никаких рекомендаций по поводу выполнения силовых. Люди, которым запрещено, например, мне. То есть у меня, например, есть четкие... Ну, у меня не по пульсу в большей степени, а по давлению. И я выбираю, соответственно, упражнения. Я уже говорил, жиросжигатель не вредно принимать для здоровья. Если вы будете использовать рекомендованную дозу. Протеин кипяточком проверить, залить, оценить, свертывать. Не знаю. Впервые слышу, что можно как-то проверить. Можно ли на сушке печеночный паштет? Да хоть какой паштет можно? Печеночный или любой другой. Я не знаю. Формулу для расчета суточной потребности калорийности. А их всего три. Мифлено Сен-Жиоро, Харриса Бенедикта и формулу Всемирной организации здравоохранения. Выбирайте любую. Много ли рыбы вы едите? Нет? Немного. Присед Смити так же эффективен, как и со штангой или нет? Эффективен для чего? Вы приседаете для чего? То есть, если вы приседаете для четырехглавой мышцы бедра, как я, например, а у меня тазодоминантный присед, то, конечно, мне он эффективен. А тут вопрос. Вы спрашиваете два упражнения. То есть, для чего вы это делаете? Потому что приседание может быть с акцентом на ягодичную мышцу, может быть с акцентом на четырехглавую мышцу, на приводящую мышцу, на внутреннюю повернутую. Грыжа при тренировках? Ну да, не бывает. Можно есть два раза в день, если мне комфортно. Можно даже и один раз в день. Скинуть 80 килограмм 42 года реально? Ну, конечно, реально. Что ж такого? Как принимать жир и сжигать целый утон натощак? Так, как написано в инструкции производителя. Он вас не обманет, поверьте мне. Если там написано, что надо принимать с утра или до обеда, после приема, вот так и надо делать. Вы же наверняка жир и сжигатели покупаете не на вес у каких-нибудь дилеров, которые говорят, что это классный жир и сжигатель, высыпают вам горсточку. Вы же покупаете наверняка жир и сжигатель в баночке, в магазине. Сахар вред вообще. Ну, вам беднее, видимо, как бы, да, наверное. Фруктоза, как всегда, не хорошее средство. Ужасное средство, то есть, как бы, ну, если у вас сахарный диабет, да, как бы, вы можете заменить, но с точки зрения контроля веса делают гораздо хуже, чем сахар. Лучше быть сытым или немного голодным. Ну, если вы на диете, связанное снижение веса тела, лучше быть немного голодным. Если у вас диета, связанная с набором мышечной массы, нет, фруктоза такой же, сахар, нет, фруктоза не такой же сахар. Сахар имеет 50% глюкозы, куда делся ли суков, понятия не имею. Вы же знакомы с базилием. Вот, вы поддержите отношения. Последний раз видела в УНСНПРО в ноябре в Москве, до этого лет 5 назад, в Сочи, а до этого еще лет 10. То есть, ну, так, вот, примерно так. Норильск, привет, надеюсь, у вас там все улучшается. Слышали вы что-нибудь о протеиновом пиве? Что-то где-то слышал, самосочетание даже не придало значения. Детернировки на попу по 6 упражнений в неделю много? Да нет, немного. Ну, как бы, на мой взгляд, немного. Вот, ты похудел? Да, 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 прилагаю все усилия. Вот, можно и при худении есть два раза, дробное питание неудобно. Можно, можно и пол раза есть. Пробовали кокаин когда-нибудь. Ребят, давайте я так скажу. Все, кто родился в 90-х годах, в смысле, провел свою молодость в 90-х годах, а родился в конце 60-х, начале 70-х, пробовали все. Вот прямо все. Ну, понятно, что есть там какие-то крайности. Вот. Так получилось, такие времена были. Но это не было чем-то ужасным на тот момент. Хотя, хорошо, в общем. Ну, давайте я так скажу. У меня среди моих одноклассников, среди тех, кто учился в параллельных классах, процентов, наверное, 40 на кладбище. И причем не потому, что они скончались там в 2019-2020 году, а они умерли вот в те годы, то есть в 90-е годы от различных передозировок различными веществами. Вот. У меня Бог милый. Вот. Никогда не было никаких вот таких зависимостей. Что, похудеть, обязательно бегать? Нет, конечно. Зачем вам бегать? Какой профицит калорий советовать 15-20? Да, так советую. Зачем вы почти на все истории накладываете музыку? Не на все, а почти на все. Чувствую, что есть хорошая музыка, прикольно. Накладываю? Нет, не накладываю. Мне кажется, это ответ очевидный. Добавка Габа работает, конечно. Как вы относитесь к крутинобатончикам? Замечательно. Сейчас стол их есть. У меня целый шкаф. Вот. Спасибо. Вот. Вы похудели? Да, да, да. Ну, слушайте, я уже третью неделю этот, как этот, энергайзер, бегаю и сижу на диете уже. Не ем ни хрена. Вот. Мнение по поводу психотиков. Я не знаю, что это такое, честно. Вот. Постойкой женьшени. Когда-то принимал. Помню, когда какие-то соревнования были, какой-то год. Мне даже с Дальнего Востока привезли. Я его прикладывал, но не могу сказать, что я получил какой-то результат. То есть, чувствовал работоспособность. Ну, на спирту было, а когда-то на диете у тебя вообще ферменты перестают вырабатываться. И вот этот, как вспоминаю, БЦА обязательно или по желанию? Считать ли БЦА эффективной добавкой? Да, считаю БЦА эффективной добавкой. Для увеличения работоспособности, для продления работы. Вы просто, опять же, то же самое, считаю ли я там протеин эффективной добавкой. Дальше. Добавка для чего? Для компенсации недостатка белка. Да. Слушайте, вкусно, гармошки. А мед по утрам натощак полезен? Не знаю, наверное, да. Как думаете начать, когда думают начать первые перелеты? Есть предложение в Калининград в августе. Наверное, вот туда. Планируйте написать черную книгу? Пока нет. Можно ли заниматься поздно вечером? Да, стоит ли сушиться и с толком? Иначе набрать не успел. Вот. Живот есть маленький, а мышцы мало. Ну, тут вам выбор. Я бы вначале привел процент жира в норму. То, что я сейчас делаю. Не могу считать больше двухсотнегазов. Не лезет, что делать? Работать над собой. Ну, а как вот люди? Странно, да? Человек говорит, я хочу сделать или что-то в какой-то области преуспеть. Но не могу сидеть, учиться. Не могу работать, не могу тренироваться. Что делать? Ну, попробуйте стать больше, не поедая больше. Попробуйте стать умнее, не читая книг. Попробуйте стать выносливым, не развивая выносливость. Просто от мысли. Может быть, это работает. Мне предлагают приобрести три продукта. Это какое-то... Что вы думаете? Ничего не думаю. Вам предлагают... А где предлагают вам продукты-то эти приобрести? Можете принимать воду с сахаром на небольшой конструкторе военной тренировки в качестве замена битца? А как они сочетаются? Почему воду с сахаром? А почему не воду с фруктозой? А почему не раствор глюкозы? А почему не... Как вы травмите? Я не понимаю. Вот. Ждем вас в Ростове. Спасибо. Вы позволяете алкоголь в умеренных дозах иногда? Да. Раз в неделю. Но сейчас, вот я же говорю, пресс нужен. Может быть... Вот. Упражнения на внутреннем паркетре бедра. Ноги длинные. Любые упражнения, в которых происходит разгибание бедра широкой постановкой намок. То есть, плие-приседания, сумо-приседания, жимы-плие-сжимы-сумо. Вы худеете за проблемой сердца? Нет, я худею, потому что я хочу увидеть пресс. Давно не увидел, не видел пресс. Считаю, что пора заканчивать с этой историей. Ну, как-то. Сегодня день супа, да. Да. Там щавелевый суп. Как ваше сердце? Были операции? Извиняюсь, если... Нет. Ну, как, последняя операция была по восстановлению ритма в 2016 году. И больше операции на сердце не было. Глютамин хорош. Ой, красавчик. Глютамин вообще замечательный. Все пробивали, все не совсем правду. Я лично не пробовал ничего. Есть ли кто доступ неограничен к любой фигне? Все пробовали, все не совсем правда. Я лично не пробовал ничего. А я не говорю... Сказал про всех. Я сказал, что большинство, наверное... Ну, слушайте, давайте я поправлюсь, да. То есть... Ну, давайте так я поправлюсь, да. Многие изрожденные в конце 60-х, начало 70-х и проведя... Проект про... Те, кто провел молодость в больших городах, я тогда еще более точно сформулировал. В больших городах, где была активно, развивалась ночная жизнь, ночная тимбная жизнь. Многие не прошли стороной. Наверное, так будет правильно. А может избавиться, что малыша грыжа каким-то упражнениями? Я не знаю. У меня не получилось. Вот. Напитки без газа и сахар замены. То же самое, что и вода. Напитки без газа и сахар замены. То же самое, что и вода. Ну, состав и никак. Я не знаю в смысле. Вода это вода. Что принимать для восстановления. Не надо ничего для восстановления принимать. Восстановление чего? Вот. Сильно стал худеть, хотя ем нормально. В чем может быть причина? Не знаю. Ну, значит, много двигаетесь. Баланс калорий. Вот. Упражнение на уменьшение жировой ткани живота. Уменьшение жировой ткани. Советую. Нет упражнений для уменьшения жировой ткани в конкретно взятой мышечной группе. Может ленировать руки перед сном. Да, можно даже проснуться и поднимать. Все это реально еще кому-то интересно. Ну, кому-то интересно. Спасибо за честность. С вам спасибо. Вот. Соевые продукты не потребляли? Ну, никак-то не случилось. Тормозит ли алкоголь, жиросжигание? Да. Ну, не напрямую, а через замену энергообеспечения. Еду по стрелковке не могу пропустить эфир. А, еду по стрелковке слышу. Спасибо за информацию. Аккуратнее. Около 200 грамм углеводов слишком мало при похудении. Почему? Почему вдруг слишком мало? Откуда такая цифра? Вот. Слишком или не слишком? У вас же есть калорийность, и в этой калорийность... Спасибо за игнор вопросы. Пожалуйста, если вам будет еще желание, просто напишите. Я еще раз проигнорирую. Ну, если вас это беспокоит. А вернуть вас 20 лет, каких упражнений отказались? Нет каких. Просто делал бы все более здраво. Да нет упражнений, которые являются какими-то сверхопасными. Просто есть упражнения, которые выполняются с нарушением техники или работы на пределе. Вот, чего мне надо было делать. Кубики на животе без фармы – это миф или реальность. Слушайте, у меня у дочки в три года были такие кубики на животе. Но, насколько я помню, она не использовала никакой фармы. Вообще. Она и сейчас, надо признаться, в 20 лет не использует. Но тогда точно просто. И сейчас не знаю, она, в принципе, взрослая девушка. А в три года нет. Ваше мнение о школе бодилайке. Я не знаю, что это. Наш организм вырабатывает коллаген или получаем с пищей. Коллаген – это белок. Поэтому, так же, как любый другой белок, он строится. Уточню для восстановления после тренировки. Сон, питание, глютамин. Вот, все не давали, я в шоке. Ну, я не знаю, что. Протеин-изоляция или козин, лучше принимать до тренировки или пост-тренировки. Слушай, что... Две банки, вы сидите, думаете. Возьмите изолят. Вот, как бы, вот. Если имеет джим гантели, сидя на плечи, упражнение в жарштанге завела. Будет ли эффективно для чего? Вот я понять не могу. Вы жмете гантели, сидя на плечи. Ради чего? Ради переднего пучка дельты – замените, да, будет хорошо. Ради заднего пучка дельты – ни то, ни другое. Ради среднего пучка дельты – будут, наверное, близки по... По эффективности, ну, по воздействию. Мнение детоксия компании, ну, ну, какое мнение, как бы, ну, это шляпа. Вот. Я имею в виду продавать то, что стоит, условно говоря, там, 500 рублей за 5000. Ну, как бы, хотя, с другой стороны, лишь бы нравилось. Вот. Ждем в Харькове. Спасибо. Здоровье. Вам есть ощущение, что на диете колени болят сильнее. Есть связь? Думаю, да. Думаю, да. Вот. Что посоветовали бы себе 19-летнему? Ну, не знаю, 19 лет я первый раз женился. Не знаю. Наверное, вести себя с женщинами более мягче, не вести себя как свинья, не изменять. Ну, как-то так. Вот. Но, если бы мои советы могли повлечь цепь событий, которые изменили бы мою сегодняшнюю жизнь, ничем бы не меняло. Как же фотоатлет начал 20-й век? Не думаю, что она была в Харькове. Извините за личный вопрос. У вас дочь от первого брака? Вы недавно сказали, что Маргарита день... Нет, у меня дочь от второго брака. С Маргаритой у меня третий брак. У меня от первого брака я с 19-21 года прожил, потом длительный период второго брака, дочь родилась, и сейчас третий. Куэнзин как добавка? Работает. Томск, привет, креатин 5 грамм в день или в день тренировки 10? На мой взгляд, 5 лучше. Программа «Ноги, грудь, биця, спина, плечи, трицепь». Каждая мышная группа. Я писал об этом в специальный пост. Суть поста заключалась в следующем. Как сочетать мышечную группу? В конце я написал большими буквами по барабану. У вас мышцы растут не от сочетания, а от объема выполненной полезной работы. Нравится вам сочетать? Сочетайте так. Нравится сочетать иначе? Просто учитывайте. Олег, приветствую. Газ, бетербодус, насилие. Носите вашу отзыв. У меня газ, по-моему, еще в футболах штук 20, который надо будет раздать, я думаю, потому что у меня все велики остались. Бетербодус штук 10-15. Поэтому много. Слушайте, ну, при урезании колореза замечаю, что восстановление дольше. Это нормально, конечно, нормально. Так и должно быть. Тренажер, гребля хорош. Хорош, будьте, хорошо грести. Ты просто хищник, красавчик. Спасибо. Что вы думаете по поводу креатина? Днища не вылетает из зимы. Ну, вот вылетание днища я встречал, наверное, ну, если скажу, 1-2% из 100. Действительно, люди говорили, некоторые, вот у меня вот так. Ну, что пойдет. Кировка с похмелья стоит, ой, не надо. Для роста объема фуллбади, как оценивается? Я вообще за фуллбади. Как забавно развивается ноль, когда вы отвечаете на вопросы о перетренах. Ну, я просто, вот, ну, реально, я вот с перетреном, я вообще. 10 лет назад это слово повторяли, то есть говорили с опаской. То есть вообще все. 20 лет назад о нем не знал никто, а теперь о нем знают все. Идет дрижмет, рука 35 сантиметров, присед, 40 килограмм на 2 повторения он делает со штангой и перетренировывается, сука. Ну, как так, простите за грубое слово. Вот. Любой. Я уже говорил, а что бабы-то не перетренировываются? Мне просто интересно. Девчонки, вы же тоже присутствуете, я знаю. Когда из вас кто-то последний раз перетренировался? Они просто, вы, я говорю, вы просто не в курсе, что есть перетренированность. А вот эти нежные натуралы мне, они все перетренировываются. Мне интересно, ладно, не буду. Сидят и перетренировываются, стоят и перетренировываются, ходят и перетренировываются. Что ж такое-то произошло? Блядь, воевать, когда люди пойдут, ему скажут, сука, с автоматом надо родину защищать. Блядь, похоже, перетренировался. Перевоевал вчера, блядь. Перевоевал. Что-то вчера так воевал сильно, что похоже, недовосстановился. Вы мужики или где вообще, в конце концов? А, опять мы у нас в дом. Прошу прощения, вот, простите за употребление нецензурных выражений, но, слушайте, ну это ж смешно. Ну просто смешно. Почему во всех видах спорта перетренированных встречается крайне редко, и люди занимаются по 5 часов в день, а вот здесь человек приходит, 5 раз штангу поднял и перестанет. Серьезность духа, соберутся у меня вот здесь, под окном, и будут скандировать, не знаю, что там скандировать. Подходы должны быть недели на основной мышечную группу. Александр, не поленитесь, видео на моем YouTube-канале посмотрите. Я там подробно расписываю, но вкратце от 5 до 10. Вот перетрена стоит, так сумасшедший стоит. Стоит, перетрена стоит, как сумасшедший. Стоит или стоит. Слушайте, дружище, я не очень хорошо разбираюсь, вот, про вот эти стояния, лежания. Вот, ну вот. Нет, натуралы разные бывают. Они бывают, просто, они в основном, они же читают, хорошо хоть читать умеют, это очень важно на самом деле. Я уже говорил, я не знаком с этой школой. Вот. Они же читают и у себя находят, находят эти симптомы. Они вот, ага, усталость, блядь, устал, устал. Нервозность, устал, и еще и, похоже, я нервничаю. Точно перетренул. Еще позавчера плохо заснул. Ну, точно перетренус ловил. Все. Ну, грубые натуралы, это нормально, это нормально. А борщишь? Я не ворчу. А борщишь? А борщишь? Почему? Бог с ними, с этими самыми. Вот, Батуми, привет. Ребят, перетренировались. И вот все, кто перетренировался, вот, не работайте в отказ, делайте по одному подходу и тренируйте два раза в неделю, и то аккуратненько, минут по 15. На всякий случай, с запасом, чтобы не перетренироваться. Вот. Это я так, ну, как мне кажется, будет, будет самая актуальная актуальная рекомендация. Три главного правила, те, кто приходит на ЗОЖ. Вы считаете, какие три главного правила? Да я не знаю, как, чтобы мне главных правил. В каком возрасте стоит жениться? Ну, по моему опыту, те, кто женился так же, как я, первые в 19 лет, ну, максимум дожили до 21-22 в браке. Потому что, какой у меня 19 лет семья? Вот, вот это, да, перетрен может быть. Ладно, друзья. Мам, что там с супом? 10 минут. 10 минут. Вот, вот, хочу бухать и тренировать. Как это совместить? Ну, не в один день. Вот. Много здоровья забрал в Удибилов. Слушайте, я вот недавно думал на эту тему. Откуда я знаю? Да, мне сложно понять, как вот две параллели. Это же как в фильме. Помните, осторожно, двери закрываются. Да, когда она зашла, в одном случае двери закрылись, и у нее одна жизнь пошла, а в другом, другая. У меня такого нет. Но, я думаю, что, вот, если бы вдруг, вдруг каждому из нас, каждому из нас, в момент, когда мы будем покидать этот мир, вот, выставит счет и скажет, ты прожил, братан, ну, я условно, 68, 70, вот, неважно, 80, вот, вот, в идеале твоя жизнь могла бы, приположим, 65, в идеале твоя жизнь могла бы быть 85, и ты был бы здоровым. Но, ты дебил, здесь бухал, здесь курил, здесь бухал и курил, здесь делал то-то, 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 то-то. И каждый пункт, это 10 месяцев жизни, это полгода жизни, это неделю жизни. И вот тогда, если бы у нас была возможность отмотать назад, но я думаю, что у меня вот этот список, вот этот, он прилично. я думаю, что, наверное, это речь идет не о месяцах, а о годах, конечно. Протеин не вредный, нет, протеин не вредный. Поэтому, в моем представлении, как-то, как-то вот так, друзья. Поэтому, ну, а так мне сложно сказать. Конечно, что-то я бы прямо сейчас уже поменял, не дожидаясь суда, да, когда, когда ты будешь стоять, сидеть, лежать. Ну, если это на самом деле так происходит, да, когда мне будут, там, говорить, это ты накосячил, это не накосячил. Женились 19 месяцев и 26 лет. Я, как бы, говорю, что многие, да, вот среди моих знакомых практически нет таких. Я очень рад, что вы нашли ту родную, одну и единственную, вот, с которой прожили и живете до сих пор 26 лет. Это очень круто. Но поверьте, опять же, что поверить, мы с вами ровесники, я понимаю. Вот, ваше мнение про блогера Базилию. Я не слежу за тем, что он делает. Поэтому его блогерская деятельность как-то не у меня. Если бы кирпич на голову упал, хотя берег себя. А если бы кирпич, ну, нет, кирпич, это понятно. Как полагаете, вторая волна ковид ожидается? Не знаю, ребят. У нас друг болеет прямо, крепко болеет. Мы вчера ходили в церковь, ну, мы вообще давно не были в храме. И, ну, как бы, вчера и заказали 40 август, батюшки побеседовали. Вот. Поэтому, пускай люди рассказывают, что все это фигня. То есть, это не фигня. Но парадокс заключается в том, что вот кто больше всех переживал, вот из моих там знакомых, дальних знакомых, по поводу того, как бы не подхватить, как бы не подхватить. Вот у этих вероятност, вот то, что я вижу, больше. Не знаю, почему. Я уже говорил. Вот. Предтренд сильно влияет на ЦНС. Ну, сильно и сильно трудно сказать. Потому что запас проще ЦНС у нас у каждого свой. Вот. Пойдете на выборы? Да. Пойду, но не знаю. Честно говоря, я понимаю, что это риски для здоровья. Но пойду. Как бы, я считаю, что я должен сказать все, что я об этом думал. А вот. Супчик-то с чем? Вы имеете... Выпью ли я стопочку? Не знаю. Думаю, нет. Ну, я решил один раз в неделю чуть-чуть, а тут... Это правда, что банановые чипсы делают с пальным маслом и глюконом? Не знаю. Я вообще никогда не... Можно пить БЦА во время тренировок на постоянной основе или делать перерыв. Можно. Суп с грибочком? Страдал бессонницей прямо жестко. Оказалось, что из-за кофеина. А что был в коле? Ну, а почему бы нет? Как убрать щеки? Не знаю, как убрать щеки. Можно вопрос путем надувания. Вот. Ты как в нашей старой школе спорта? Гнуть гвозди. Ну, как-то не удавалось мне гнуть гвозди. Привет из Казани. Привет. Пропустил, на какой руке отображается врожденный показатель линии жизни. А я не знаю, на какой руке можно ограничить соль, притренировку. Нужно ли? Ну, если у вас есть повышенное артериальное давление, то нужно. Вот. Такое удовольствие. 29 тепла в Москве. У нас точно такая же температура. Я только что побегал, с утра потренировался, тоже игрался 28-29. Просто готовлюсь к вебинару, поэтому уехал бы на дачу. Друзья, завтра, 18.00, вебинары, силовые тренировки для тех, кому за 40. Будем разбираться. Те, кто будет присутствовать, надеюсь, узнают много нового. Худею на ПП, принимая омегу и мультивитамин оптимент. Что посоветуете? Какие еще можно добавки включить? Делаю кардио. Слушайте, ну, опять же, я еще раз говорю, вы должны включить те добавки, которые необходимы в данный период времени. Витамины включили, включили. Омегу включили, включили. Это все для здоровья. Ну, вот я элькарнитин еще пью, потому что я лучше чувствую себя на диете. А интервале голодания я, в смысле, что я думаю? После того, как я 5 лет использовал ее, после того он написал 4 статьи на одну книгу, а нет, я не писал об этом, и снял 3 ролика, я пью. Как вообще такой вид. Протеин, как на инсулин влияет? Повышает. И слава Богу. Что думаете про таблетки, анострозол? Ничего не думаю. Я не очень понимаю, зачем вы антиэстрогены хотите использовать. Дальний Восток ждем. Спасибо, Исурийск. Бог даст. Как на вебинар попасть? А то я с интернетом не очень. Ну, ссылка в шапке профиля. Я сейчас еще в сторис выложу, и если что, напишите в директ. А в каком городе и зале вы тренируетесь? Фрэшфитнес, город Санкт-Петербург. Что у вас на завтрак? Уже говорил. Сейчас на жесткой диете, поэтому пол, четверть протеинного батончика. Для роста конечных достаточно 9 упражнений по 4 подхода. На мой взгляд, если 4 подхода отказных, то прям чудовищный объем, 36 подходов, прям вообще, какая-то цифра чудовищная. Я уже говорил, что полноценно речь идет о 5-10 подходах. Ну, хорошо, пускай там 15, но, конечно, не столько. Стоит ли бегать, если набираешь массу? Ну, если вы хотите поддерживать свою кардиореспираторную систему, то стоит. Я не очень понимаю, почему бы нет. А вы тренировки не оставляете? Да. София, с Комсомольским на море, хорошие тебе дня. Спасибо. Спасибо большое. Прекрасный город. Прекрасная София. Влияет, диета влияет на мышечную массу? Ну, конечно. Ну, конечно, она приводит к снижению мышечной массы. Как отношусь к креативу? Замечательно. Кстати говоря, еще одна добавка, которую я пью на постоянной основе. Как отношусь к плоскостному тренингу по курсу? А я не знаком с этой особенностью, с какой-то плоскостной тренинг по вот этому курсу в зале против Леголайзе. Я не знаю, что это Леголайзе, честно. Когда откроют зал? Ребята, это Кроспотребнадзор. Ладно, друзья. Я пойду на... Куда я пойду? Есть... Есть... Борщ... Бу-ты борщ! Щавелевый суп. Вы гордо севрейского народу представляете, я знаю, что-то не пейте. Не буду, не буду. Вот. Вынужден откладиться. Я тоже. Спасибо вам огромное. Ребята, хочу поблагодарить за то, что присоединились, потратили, возможно, какие-то ответы были неуместны, глупыми. Несколько слов было сказано с нецензурной лексикой. Я прошу прощения. Ну, поверьте мне, в общем, не было желания оскорбить чей-то слух вот этой бошлостью. Жму руку, обнимаю, целую. Спасибо. До встречи. Вебинар завтра у меня 18. Кто будет присутствовать, буду рад вас увидеть. Все. Пока, ребят. Пока.